Всем привет! Сегодня у нас речь пойдет о Windows 10, а именно об одном из крупных обновлений, которое Microsoft презентует и выпускает два раза в год. Не так давно состоялся релиз очередного полугодичного обновления Windows 10 за первое полугодие 2021 года, а именно Windows 10 May 2021 Update. Оно же обновление 21H1. Если же расшифровывать номер сборки, то 21 это год, а H1 это первое полугодие. В свою очередь в конце года будет 21H2. Само обновление 21H1 является немасштабным, хотя и заявлено как крупное. Она в большей степени состоит из заплаток версии Windows 10 20 H2, предусматривает незначительные внутренние изменения и не привносит в операционную систему никаких особых внешних изменений. В любом случае я предлагаю посмотреть, что же нам предоставило Windows 10 под маркером 21H1. И сразу же хочу отметить одну из новых функций, которая в принципе сразу же бросается в глаза, это новости интереса на панели задач. То есть здесь мы говорим о внедрении новой функции, которая в принципе не является такой уж и бесполезной. Здесь мы можем увидеть погоду, посмотреть статьи и так далее. Конечно же она имеет определенный ряд настроек, то есть вы можете эту панель настроить под себя. Здесь вы можете выставить именно те новости, которые вас интересуют. Также можете установить отображение погоды для вашего региона, настроить рекомендации по финансам и многое-многое другое. То есть панель достаточно интересная и информативная. Это то, что касается новых функций, которые мы можем с вами сразу же заметить визуально. И на этом в принципе все. Конечно же я шучу, на самом деле это обновление принесло нам множество исправлений и других функций. Так, например, версия 21H1 привносит исправление выявленных проблем версии 20H2. Их перечень можно посмотреть в блоге Microsoft, ссылочку оставлю в описании. Ну и еще несколько масштабных обновлений, таких как, например, реализована поддержка нескольких камер для функций биометрической модификации Windows Hello. Теперь могут использоваться внешние и внутренние камеры. Соответственно, в системное приложение параметры, где находится Windows Hello, внесены изменения, касающиеся реализации поддержки нескольких камер. Также улучшена работа защитника Windows с целью увеличения производительности при открытии документов. Теперь документы будут открываться быстрее. Улучшена производительность консольной утилиты Robocopy при копировании файла весом более 400 мегабайт. Нет предустановленного Adobe Flash Player и его установка теперь будет невозможна, так как Adobe перестал выпускать и работать над своей утилитой Adobe Flash Player еще в 2020 году. Ну и само собой, прочие улучшения и изменения, которые, я как уже сказал выше, можно почитать в блоге Microsoft. Ссылочку оставлю еще раз, повторюсь, в описании. Также еще пару слов, которые я хотел бы сказать. На самом деле эти обновления являются необязательными и вы вполне можете остаться на старой версии до тех пор, пока ее поддержка еще существует. Обновить вашу версию операционной системы до новой очень легко и просто. Заходим в центр обновления Windows, нажимаем кнопку проверить наличие обновлений и затем нажимаем загрузить и установить. На установку данного обновления уйдет совсем мало времени, в отличие от других масштабных обновлений, поэтому обновить вашу операционную систему не составит никакого труда. Вот такое мы с вами получили обновление, небольшое, небасштабное, но с огромным количеством исправлений. Что, кстати, не является плохой чертой, ведь Microsoft не сделала акцент на маркетинговых ходах и не стала добавлять всякие визуальные функции, которые являются пустышкой. Продолжение следует...